Я пью, вы сказали в одном из интервью, от слишком трезвого отношения к жизни. Да, тогда я был молод и, собственно говоря, и глуп. Мне казалось, что я такой трезвый. Я еще раз вас процитирую. Интересно быть кристально трезвым и пьяным в говнище. Можно поймать серф-волну и дрейфовать на легком шофе. Да, это три пути, да. Извечные три дороги, да? Да, ну вот серф-волну ловить у меня не получается. У меня... Я люблю пограничные состояния, ну вот крайние, крайние. И как-то вот в легком шофе как-то у меня не получается. Видите, вы говорите интернет. Интернет пишет. Буквально недавно у вас был концерт в Томске. Вы появились, они пишут. Опять-таки доверять интернету нельзя. За пять минут перед концертом в совершенно разобранном состоянии. 15 минут продержались кое-как на сцене, и все. Концерт на этом закончился. Бывает такое? Справедливо, совершенно справедливо. Да, бывает. Мне было стыдно ровно один день. Потом... Потом я, когда в итоге протрезвел, пьяный... Уже, вернее, посталкоголический депрессняк уже ушел. Я целый день себя убеждал в том, что так и нужно. И в итоге убедил. Наверное, так и было и нужно. Вы уже в Томск поедете после этого? Я поеду, только вряд ли позовут. У вас когда-нибудь были ситуации, когда от пьянства просто умирали? В буквальном смысле. Ну, близок был, наверное. Мы же не знаем. Но кажется, нам всегда кажется, что мы умираем, да? Когда нам очень плохо. Ну, там, не знаю. Зуб начинает болеть, кажется, все, смерть. Ан нет, говорят тебе. Ан нет. Фигушки тебе. Ну, казалось, да, что там умираешь. Но капельницу я вызывал один раз в своей жизни. Продолжение следует.